МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Плавающие острова Бюрокана. Сегодня исполняется 80 лет легендарному командосу. В Арцахе за один квартал родилось 411 детей. США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у Российской Федерации. В центре Алеппы разорвались два ракетных снаряда. Концертные программы в рамках арцахского футбольного праздника. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Шарля Азнабула. Уникальные плавающие острова в Бюрокане, Западной Армении, в этом году ожидают 30 тысяч посетителей. Оказывается, что на плавучих островах, подобным плавучим островам Бюрокана, не растут деревья. Они уникальны в этом плане. Эти совершенно естественные острова занимают площадь в 300 квадратных метров. Острова расположены на кратерном озере, глубина которого составляет более 50 метров. Летом и зимой уровень воды остается неизменным, и три острова в озере медленно движутся по ветру, как тяжелые камни. Сегодня день рождения Аркадия Терта де Вусяна Командоса. Легендарному полководцу исполняется 80 лет. Командир Карабахской войны с 1962 по 1990 год служил в войсках СССР в Ленинакане, Германии, Чехословакии, Белоруссии и Ереване. 25 мая 1992 года ему было присвоено военное звание генерал-майора. С 1991 года по 1992 Терта де Вусян возглавлял самооборону в Мартакерте, Гатруде, освободительные бои в Тоге, Сариншене и других регионах. Под его руководством был разработан и реализован с 8 по 9 мая 1992 года на высоком тактическом уровне план освобождения Шуши. За то, что блестяще сражался в горных условиях, в Афганистане его прозвали Горный Лис. В Арцахе за личное мужество и командный дар получил звание командос среди бойцов и мирных жителей. В первом квартале текущего года в медучреждениях Минздрава Республики родилось 411 детей, в том числе 206 мальчиков и 205 девочек. Как сообщает прислужба Министерства здравоохранения Арцаха, в целом показатель рождаемости в Республике за отчетный период составил 431 ребенок, из них 214 мальчиков и 217 девочек. От этого числа 411 детей родились в Арцахе о 20 медучреждениях Армении. Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем С-400 у России. Вместо этой сделки Вашингтон предложил Анкаре купить американские комплекты «Патриот» производства «Райтон». В противном случае США оставляют за собой право ввести санкции против Турции со ссылкой на CNBS. «Предложение Вашингтона окончательное, других отсрочек не будет», заявили источники в Госдепартаменте. По словам одного из них, страны, входящие в НАТО, должны закупить военную технику, сочетающуюся с системами НАТО, а российская техника не отвечает этим стандартам. «Турция столкнется с реальными и негативными последствиями, если завершит процедуру покупки С-400», заявил один из источников. По его словам, США могут исключить Турцию из программы производства американских бомбардировщиков F-35, заставить Анкару возместить стоимость в 100 заказанных, но еще не поставленных самолетов, а также ввести санкции по линии НАТО. Два ракетных снаряда разорвались в городе Алеппо, расположенном на севере страны. Об этом на своей странице в Твиттер сообщили в среду телеканал Аль-Эк-Пайрия. По имеющимся данным, оба снаряда были выпущены по центральной части этого крупнейшего города Сирии. Место инцидента оцеплено силами безопасности. Сюда же прибыло несколько машин скорой помощи. Более подробной информации об атаке на Алеппо не поступало. Как мы уже упоминали, 1 июня состоится торжественная церемония открытия Конифа Арцах Евро-2019, на которой выступит ряд местных и зарубежных звезд эстрады. Добавим также, что концертная программа продолжится 2 июня в 22 часа на Степанакерской площади, где Андре выступит с сольным концертом. 22 мая день рождения всемирно известного французского шансонье, писателя и актера армянского происхождения Шарля Азнавура. Сегодня легенда музыки мог отметить свой 95-й день рождения, но судьба распорядилась иначе. Азнавур скончался в октябре 2018 года. За свою творческую карьеру Азнавур создал более тысячи песен, многие из которых с удовольствием пели такие всемирно известные исполнители, как Рэй Чарлз, Лайза Миннелли, Боб, Дилон, Хулио и Глесис. Азнавур выступал в дуэте с Сенатрой, с Дион, Повороте, Доминго, Касс, Миннелли, Сегара и другими известными артистами. После Спитакского землетрясения 1988 года он много раз посещал Армению и находился в зоне бедствия. Фонд Азнавур Армения оказывает помощь жертвам землетрясения. С 1995 года он является почетным послом Республики Армения, постоянным представителем Армении при ЮНЕСКО. В 2009 году он был назначен чрезвычайным полномочным послом в Швейцарии. Он был удостоен звания национального героя Армении, награжден медалями Арарат, НКР и Григорий Просветитель и Токиянского культурного союза, двумя медалями, почетного легиона Франции. В 2009 году был признан лучшим певцом 20 века. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Шарля Азнавура и Седы Азнавур. Шарля Азнавур 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 Продолжение следует...